стоп мужик а где же двухмоторный гриндер ну хорошо вот ты сам спросил значит дело было так в нашей группе вконтакте мы проводили голосование за очередной проект который должен был быть без участия 3d принтера следующей информации будет в основном для подписчиков кто пришел посмотреть изготовление очередного гриндера мотаем на третью минуту там видео начинается но если у вас потом возникнет жгучее желание задавать вопросы лучше пересмотреть эти три минуты скорее всего здесь будут ответы в первом туре голосования принимали участие 9 претендентов это тесла кибертрак от товарища илона двигатель стирлинга танк марк 2 макко м35 из игры масс эффект самодельные станки для мастерской танк маус серии видео про самодельный самолет строительная техника и рука манипулятор и собственно большинство голосов набрали станки после них двигатель стирлинга и третьем место разделили танки ну хорошо во втором туре голосования из этих трех надо было выбрать кого-то одного и опять победили станки плакали танкисты и или моделисты но мы начали выбирать станок все высказали свои пожелания после чего я выбрал 4 варианта который все-таки возможно попробовать сделать это ленточные пилота карный станок гриндар и сверлиль ный станок и на тот момент было совершенно очевидно что победил гриндар это просто я сейчас смотрю старое голосование которое осталось открытым и видно уже доголосовали ну что ж хоть гриндеров на youtube и полно но но все равно выбрали гриндер. Мое дело маленькое, исполняю волю народа. Задача была следующая. Сделать дешевый гриндер, то есть доступный для большинства, простым инструментом, то есть без токарки и сварки. Ну и чтобы он работал и был более-менее функциональный. В общем, поймать баланс между цена, качество, полезность. Ну и естественно, первым делом все уперлось в выбор мотора, от которого уже будет зависеть социальная конструкция гриндера. В рамках данного проекта двигатель должен обладать двумя ключевыми параметрами. Это дешевый и доступный. То есть тот двигатель, который может достать каждый. Я, конечно, понимаю, что сейчас начнут возмущаться, что для нормального гриндера нужен двигатель мощностью киловатт-полтора-два. Но вот, скорее всего, ценник такого двигателя вам уже не понравится. Ну а брать дорогой двигатель, а потом экономить и колхозить самодельные ролики из хлама, тоже считаю неадекватным. Поэтому гриндер будем делать дешевый начального уровня с соответствующими параметрами. Ну и естественно, под эти параметры сразу подпадает старый советский двигатель от стиральной машины, коих на постсоветском пространстве полно. И на пространстве ютьюба гриндеров с такими двигателями тоже полно, все по тем же причинам. Ну и дабы привнести хоть какое-то разнообразие в однообразие самодельных гриндеров, я решил построить гриндер на основе двух двигателей-шуруповертов. Кстати, мощность таких двигателей примерно по 100 Вт. А мощность двигателя от большинства стиральных машин колеблется в районе от 100 до 180 Вт. То есть двумя двигателями от шуруповерта я примерно перекрываю мощность одного двигателя стиральной машины. Осталось только рассчитать скорость ленты, исходя из оборотов двигателя и диаметра ведущего ролика. Ну и как-то вкорячить эти два двигателя, чтобы они крутили один приводной ролик. Отсюда пришлось сочинять свою особенную конструкцию гриндера, с которой в процессе разработки было много проблем. В конце концов задачу я все-таки победил, получилась такая вот конструкция, вся на гайках и болтах и из простых листовых деталей. Итак, основные параметры данного гриндера. Мощность по 200 Вт, скорость ленты примерно 26 метров в секунду, ширина ленты 50, длина 1200. Практически вся рама выполнена из листового металла толщиной 4 мм, а также уголков и труб стандартного проката. Ну что ж, 3D-мотель готова, приступим к изготовлению. И для этого я у себя нашел целую кучу ржавого металла, из него и будем делать раму. Ржавый металл оказался настолько ржавый, что по нему даже разметку тяжело провести. Поэтому предварительно решил его почистить металлической щеткой, ну естественно не в мастерской. Терпеть ненавижу потом полдня отмывать мастерскую после двух минут работы болгаркой. Профильная труба более-менее нормально зачистилась, а вот с листовым железом начались приключения. Щетка его взяла плохо, я начал пробовать. Шлифмашинку. Лепестковый диск на болгарку, самый агрессивный какой только нашел. Преобразователь ржавчины. Ну и последний вариант, называемый в народе коралловый диск, оказался самый эффективный по профильной трубе. Но с очень ржавым лесовым металлом он тоже не справился, так как там уже образовались очень глубокие раковины. Короче, проще дешевле купить новый металл, чем доводить старый до нормального вида. В общем, на этом я остановился, решил сначала вырезать детали, а потом уже можно будет их зачистить, чтобы не шлифовать лишние площади. Дальше выравниваю одну сторону, по ней с помощью угольника получаю угол в 90 градусов. Дальше по этому углу обрезаю вторую сторону. Ее тоже выравниваю, и это все надо, чтобы начать разметку при помощи штангенциркуля. Размечаю первую деталь рамы и начинаю ее выпиливать. Все эти процедуры буду также проделать с остальными деталями, так как чем точнее сделаем деталь, тем больше вероятность, что все соберется без проблем. Тут даже ошибка в полмиллиметра может привести к тому, что некоторые отверстия будут не соосны, и потом не получится соединить две такие детали болтами. Болты будут просто заклинивать, и одно из отверстий, возможно, придется рассверливать на больший диаметр. А если в этом отверстии по чертежу еще должна быть резьба, то вообще деталь в брак и пили новую. Размечаю керню, в общем, базовые технологические операции. Сверлю отверстия, начиная с маленьких диаметров, так меньше вероятность, что сверло уйдет в сторону, и отверстие получится смещенным. Процесс пойдет быстрее, если использовать ступенчатое сверло, все никак себе его не прикуплю. Ну и чтобы сделать это все быстрее и точнее, я все-таки воспользуюсь своим сверлильным станком. Можно проделать это при помощи дрели, но тогда, возможно, придется испортить несколько деталей. У меня нет времени переделывать детали, так как все ждут видео, поэтому точность и скорость в приоритете. Это будут вентиляционные отверстия для забора воздуха двигателем. Теперь надо сделать вторую точно такую же деталь, и чтобы не ошибиться в соосности отверстий, я буду использовать первую деталь как шаблон или кондуктор. То есть сверлить вторую деталь без разметки через первую, благо они достаточно толстые. Толщина моего листового металла 4 мм. Следующая деталь шпилька М12, и как ни странно, делаю ее из шпильки М12. Чтобы детали не смещались друг относительно друга при сверлении, для начала сверлю два отверстия по диагонали и стягиваю их винтами. Потом уже можно будет сверлить все остальные отверстия без страха того, что шаблон съедет. Делаю пропил, чтобы потом можно было завести двигатель в отверстие, так как фланец на двигателе будет несъемный. Ну и сам фланец сделаю из жестий, хотя наверное тут лучше было бы использовать металл потолще. Тот же прием, что и с прошлыми деталями, но тут уже тонкий листовой металл и верхняя деталь плохо работает как кондуктор. Проблема как снять шестерню с вала двигателя шуруповерта решается подобным самодельным съемником. Это кусок профильной трубы, болт сточенный до диаметра вала двигателя и гайка. Фланец буду припаивать прямо на вал двигателя, поэтому валу двигателя надо придать некоторую шероховатость, иначе припой не за что будет зацепиться. Ну и фланцу тоже. Пайку буду проводить при помощи ортофосфорной кислоты. А вообще у меня есть целое видео про пайку, которое замечательно зашло. И буквально за несколько месяцев уже почти миллион просмотров. Так что кому надо идите, смотрите. Народ говорит, видео топ. Окунаю фланец в воду с содой. Ответ для чего есть видео про пайку. До этого видео. Подписывайтесь на наш канал. Удачи! 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 Пайку надо удачи! Эти крупные отверстия специально предусмотрел для того, чтобы через них можно было прикрутить двигатель винтами. Винты под потай. Следующая деталь приводной ролик. Его буду изготавливать из 32-й полипропиленовой трубы. Деталь важно точно отторцевать, для этого для разметки использую лист бумаги. Разметка торца детали еще сложнее, тут пришлось вычерчить шаблон и по нему кернить отверстия. Засверливаться надо на определенную глубину, поэтому выставлю ее на станке. Съехало сверло, деталь в брак пришлось пилить новую. Сам в шоке, труба идеально села и вращается практически без биений. Собрал этот узел и ради интереса на один двигатель подал напряжение, другой подцепил нагрузку. Следующая деталь коромысла, на нем будут расположены паразитные ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Следующая деталь изготавливается с 25-го уголка. Абсолютно так же изготавливается деталь, расположенная напротив, только в ней уже не надо нарезать резьбу. Крепежной лапой сделаю с 40-го уголка. Ну вот пожалуйста, ошибся на миллиметр при разметке. Надо вычертить углубление под двигатель, а точку отсчета радиуса поставить негде, пришлось так вот выкручиваться. Нет, напильником это будет целая вечность. Эта деталь тоже изготавливается с 40-го уголка, только одну полку здесь надо отпилить, уменьшив ее до 25 миллиметров. Вот только я почему-то не заснял, как изготавливал эту деталь. Эти детали надо подогнать напильником таким образом, чтобы сошлись плоскости, а потом через одну деталь просверлить другую. Закручиваю винты и отпиливаю лишнее, иначе не будет мешать закручиваться гайкам. Здесь также нужно отпилить выступающие части винтов. Вставляю профильную трубу в получившийся держатель. Теперь она будет двигаться вперед-назад, и если надо ее зафиксировать, просто закручиваем верхние винты, даже не пригодились боковые. Следующая деталь полоса, на ней будет держаться рычаг с приводным роликом. Следующая деталь рычаг. Следующая деталь рычаг. Прикладываю петлю и размечаю по ней. Не знаю, получится ли каждому достать такую петлю, но это самый дешевый вариант из хозмага. Прикладываю петлю и размечаю по ней. Примерно так будет работать механизм подстройки ленты. Ну да, скруглить-то забыл. Весь узел с натяжным роликом выглядит так. И чтобы прикрутить ролик к петле, надо в одной из половинок петли просверлить отверстие и нарезать в этом отверстии резьбу под болт М12. Для изготовления паразитных роликов использовал соединительную муфту для 32-й полипропиленовой трубы и два подшипника. Подшипники внешний диаметр также 32, внутренний 12, маркировка на экране. Хоть муфтой по 32-ю пропиленовую трубу, но садятся подшипники в натяг, их надо запрессовывать тисками. Идея такой конструкции роликов не моя, посмотрел у других, но похоже это самый дешевый вариант. Внутренний диаметр у подшипников как раз под 12-й болт. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь все ролики надо обработать. Для этого вставляю болт и сжимаю муфту двумя большими шайбами, чтобы она не прокручивалась. Дальше надо зажать болт в патроне сверлильного станка или дрели и обтачивать эти ролики так, чтобы два из них получились плоские и один тот, который будет подстраивать ленту, должен быть бочкой. Как показала практика, так сильно бочку скруглять не надо, достаточно ей придать немного изогнутую поверхность. Еще один способ как можно обработать ролик на сверлильном станке. Следующая деталь держатель упорной пластины, также изготавливается из сорокового уголка. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая деталь рабочий стол Следующая деталь ригель. Изготавливаю здесь профильные трубы 40х25, толщина стенки 2 мм. Ну и собираю всю конструкцию воедино. Закрепляю на ригеле коромысла с паразитными роликами, устанавливаю рабочий столик и держатель упорной пластины. Субтитры сделал DimaTorzok Так это все выглядит в сборе. Торчащую резьбу лучше сразу не обрезать, так как потом в процессе настройки и регулировки, возможно понадобится подкладывать гайки, шайбы и двигать туда-сюда паразитные ролики. Единственная деталь, которую не сможет найти каждый такую же, это пружина, поэтому каждый будет подбирать свою. У меня есть такая, ее и буду ставить. Следующая деталь регулировочный диск. Единственное в процессе эксплуатации выяснилось, что его тяжеловато крутить, поэтому диаметр лучше увеличить. Видео диаметра будет меньше, на чертеже больше. Данный диск можно выполнить из любого листового материала, я сделаю его из пластика. Так все это работает, единственное диск надо сделать побольше. В процессе эксплуатации оказалось, что этот не очень удобный. После настройки можно зафиксировать вот этим вот барашком, чтобы винт не выкручивался от вибрации. Собрал гриндер, установил ленту и начались эксперименты. Двигатели не запускаются, лента уходит в сторону, туда-сюда переставлял ролики, добавлял гайки, подкладывал шайбы, в конечном итоге лента начала вращаться нормально, только если вращать ее в обратную сторону. Ладно, думаю, бог с тобой, запущу тебя хотя бы в обратную сторону, а дальше уже потом будем думать, почему лента не хочет работать в правильном направлении. Распаял двигатели, подключил старенький 12-вольтовый блок питания от компьютера и тут опять засада. Пусковой ток даже одного двигателя сразу вырубает блок питания, так как он уходит в защиту по току. Начались пляски с токоограничивающим резистором, потом с кнопкой, которая подключает двигатель напрямую, когда он раскрутится. Потом выяснилось, что блока питания не хватает тока, даже когда он в рабочем режиме его нагружает лента. То есть нужен более мощный, хороший блок питания, а это уже не дешевое решение. В конечном итоге я подключил два блока питания, по одному на двигатель, раскрутил мотор и прижал ленту. Ну и вот этот дым из двигателя окончательно забил последний гвоздь в крышку гроба данной идеей. Первый провал за 5 лет существования канала. Ну и что делать, ну не выбрасывать же всё. Ладно, надо переделывать 3D модель и ставить банально двигатель от стиралки, как у всех. За 1500 рублей прикупил на бархолке старенький DAO-C на 120 ватт и 2700 оборотов. У него от старости так закисла смазка, что превратилась в пластилин и пришлось её заливать маслом и разрабатывать шуруповёртом, иначе он отказывался запускаться. После чего на одной рабочей обмотке я всё-таки его запустил и дал ему разработаться. Хорошо, новое моделирование гриндера с новым двигателем, для этого мне нужна 3D модель самого двигателя. И как назло, нигде нету готовой 3D модели этого двигателя. Пришлось самому как улитке ползать со штангенциркулем по этому двигателю и моделировать его с нуля. Хорошо, новый двигатель есть, теперь под него нужна новая рама. И всё решилось с заменой всего лишь одной детали. Теперь на эту раму устанавливаются почти все детали от прошлой версии гриндера. Ну хорошо, опять пилить и опять сверлить, делаю новую деталь. Размечаю вентиляционное отверстие, которое, как выяснилось позже, лучше здесь не делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пластина рамы надевается прямо на родные шпильки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикручивается винтами. Также придётся изготовить новые крепёжные лапы, они две одинаковые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь надо просверлить сверлом пятёркой и глухое отверстие в вале электродвигателя. Запускаем двигатель и сверлим вал, так сверло само будет центроваться и не уйдёт в сторону. А вот тут уже кому как повезёт, насколько хорошо будет сверлиться вал, будет зависеть от того, из какой стали он был сделан, была ли проведена термическая обработка. Мне повезло, этот двигатель всего на год старше меня, так как он 84-го года, и вал просверлился, можно сказать, без проблем. Тут главное не перегреть сверлом, засверливаться надо понемногу и всё время охлаждать сверло маслом или парафином. Я использую свечку. После того, как засверлились на 20-30 мм вглубь, можно нарезать резьбу. Чтобы заблокировать вал, с другой стороны у него есть замечательная лыска, за которую можно зацепиться ключом. Нарезаю резьбу М6. Следующая деталь – диск приводного ролика. Изготавливается из фанеры, и таких деталей должно быть несколько, всё будет зависеть от толщины вашей фанеры. Диски сверлю коронкой диаметром 85 мм, толщина моей фанеры 11 мм, мне понадобится 5 таких дисков. Сверлить толстую фанеру коронкой, лучше сначала наполовину её толщины с одной стороны, потом перевернуть фанеру и досверлить уже с другой стороны, так будет ровнее. Закручиваю шпильку М6 и на неё надеваю все диски. Первые диски у меня рассверлены под диаметр вала, так они будут лучше держаться на валу после склейки. Склеиваю все диски, обычным ПВА-клеем, потом стягиваю их винтом и оставляю сохнуть на сутки. Из пластины сделал временный упор и при помощи стамески обработал приводной ролик. Приводному ролику тоже придал форму бочки. Ну что ж, надел ленту и пробный запуск, двигатель пока запускаю без конденсатора. Вот это было больно, палец попал под ролик. Нет, без конденсатора никак не запускается. Да похоже я его ещё и не в ту сторону запускал. Подключил небольшой конденсатор на два микрофара до 400 вольт и гриндер уже сам запустился, хоть и с трудом. В данный момент лента вращается не в ту сторону и чтобы это исправить, просто перевернуть вилку в розетке не проканает. Надо доставать клеммную колодку и перепаивать провода. Здесь есть три клеммы и четыре провода, просто на крайнюю правую клемму было припаяно два провода скрученных вместе. Надо отпаять эти два провода, разъединить их и мультиметром вызвонить пусковую обмотку. У этого двигателя рабочая обмотка имеет меньшее сопротивление, а пусковая большее. Когда мы найдём пусковую обмотку, просто меняем её концы местами. В моём случае пусковая обмотка имеет сопротивление 25 Ом, её и перекидываем. После чего скручиваем концы двух свободных проводов и припаиваем их опять на третью клемму. Чтобы не рисовать схему подключения данного двигателя, я вам прямо и наглядно собрал. Конденсатор надо использовать исключительно не полярный, а напряжением от 400 вольт и выше. Я использую рабочий конденсатор на 600 вольт и 6 микрофарад. Как подключать другие подобные двигатели, есть полно видео на ютюбе. На всякий случай оставлю ссылочку в описании на одно из таких видео. Перекинул обмотки, в этот раз уже подключил конденсатор на 6 микрофарад и 600 вольт. Бодрый старт, думаю такого конденсатора вполне хватит. Ну что ж, давайте попробуем что-нибудь обточить. Хотя скорость ленты я сделал небольшой, в районе 10 метров в секунду, но товарищи на жеделы говорят, что этого вполне достаточно. Чтобы увеличить скорость ленты, надо сделать переводной ролик большего диаметра, но тогда мы потеряем во вращающем моменте, которого этого двигателя не так уж и много. Кто не понимает этих вещей, смотрим моё видео про ремённую передачу. В процессе работы выяснилось, что греются подшипники и болты, на которых они сидят. Я даже решил замерить температуру с помощью термодатчика. В ходе эксперимента выяснилось, что болты, на которых сидят подшипники, нагреваются до 46 градусов, то есть сами подшипники нагреваются ещё больше. Я решил, что это из-за того, что я не установил дистанционную втулку между подшипниками. И возможно из-за этого внутренние обоймы подшипников слабо зажаты и прокручиваются на винтах, тем самым нагревая их своим трением. Пришлось разбирать ролики, потом бегать по металлоприёмке и искать трубу с внутренним диаметром 12 мм, чтобы она надевалась на болты. Ну и потом уже из этой трубы нарезать дистанционных втулок, которые должны распилить подшипники. Но в конечном итоге никакого положительного результата это не дало, кроме того, что подшипники перестали прокручиваться на винтах. Похоже здесь дело просто в густой смазке, которая набита внутри закрытого подшипника, и от её активного перемешивания происходит нагрев. Я думал, что возможно я просто превысил обороты для данных подшипников, но нет, по паспорту их можно крутить до 15 тысяч оборотов в минуту, а у меня тут от силы 6. Ну и ладно, пускай греются. Чем больше они нагреваются, тем пластичнее становится смазкой, меньше становится трение. Следующая деталь, которую я решил изготовить, это упорная пластина. Её же уже можно обработать на самом гриндере. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и последняя деталь, упорный диск, которую также обработаю на уже работающем гриндере. Ну и вот пришло время поработать гриндеру, чтобы сделать для себя же деталь. Вот то ли все эти двигатели такие, то ли я такой везучий, ну прям в момент съёмок сгорел двигатель. Не успела толком обрадоваться новой игрушке в мастерской, как она взяла и сгорела, ну вот обидно. Да, сопротивление на обмотках изменилось и стало меньше. Двигатель не грелся и не дымил при этом. Пробоя на корпус тоже нет. Остаётся один вариант – глубокое межвитковое замыкание. Разборка двигателя тоже не показала никаких внешних признаков сгоревшей обмотки. Единственная причина смерти двигателя, которая приходит на ум, это то, что он натянул в себя металлической пыли через вот эти вот вентиляционные отверстия, которые я сделал. Ну что ж, перематывать его нет никакого смысла, дешевле купить другой и этот сдать на металлолом. Днём поделился печалью с нашими подписчиками в группе ВКонтакте и уже к вечеру у меня был новый двигатель. Огромное спасибо подписчику Дмитрию Жарову, отправил мне двигатель попутным автобусом из Алушты. Вообще подписчики – великая сила, каждый раз всё больше и больше в этом убеждаюсь. Ну что ж, опять всё то же самое, сверлить вал, смазывать подшипники, но в этот раз мне уже повезло меньше. Двигатель оказался 70 какого-то года и вал был сделан из неплохого металла. Я попалил целую кучу сверл, пока его просверлил. Даже купил кобальтовое сверло и кое-как с помощью него проковырял на низких оборотах этот вал. И снова смазка. Надо не забыть надеть крышки, иначе та самая металлическая и абразивная пыль в эти подшипники набьётся мгновенно. Ну и чтобы пыль не затягивала в двигатель, вентиляционное отверстие в раме лучше не делать. Вместо этого пластину рамы надо просто отодвинуть от двигателя на расстоянии одной гайки. И через эту щель будет затягиваться воздух. Я уже не стал переделать такую большую деталь и просто с одной стороны прикрыл эти отверстия цинкованной пластиной. Всё собрал и опять злополучная деталь, надо всё-таки её доделать. Ну и собственно устанавливаю диск на его место. А вот это была плохая идея, на таких оборотах я себя подпортил напильник. Лучше это проделать при помощи болгарки. Ну что ж, давайте покажу подготовку к работе для таких как я, которые вживую никогда гриндера не видели и на нём не работали. Устанавливается и снимается лента очень просто и быстро. Достаточно нажать на натяжной ролик и накинуть сверху ленту на все 4 ролика. После чего покрутить ленту в рабочем направлении и убедиться, что она не съезжает с роликов. Иначе при старте двигателя лента может съехать в сторону, упереться в край и порваться. После чего запускаем двигатель и подстраиваем более точным регулировочным колёсиком. При первых запусках самодельного гриндера придётся немного поэкспериментировать с расположением роликов, натяжением ленты и кривизной бочкообразных роликов. Основное правило, все ролики должны быть строго параллельны друг к другу и находиться на одной плоскости. После того как вращение ленты настроено, настраиваем упорную пластину. Её надо подвести впритык к ленте, но чтобы она её не касалась. Дальше подводим рабочий столик поближе к ленте и с помощью угольника, вращая коромысло, выставляем угол в 90 градусов. Это основной рабочий угол, ну а так по мере надобности можно выставить другой нужный вам угол наклона ленты. На этом в принципе настройка гриндера завершена, дальше просто покажу, что можно на нём делать. Лично я нашёл следующее применение, можно торцевать и шлифовать трубы. Очень удобно шлифовать плоскости, соблюдая определённый угол, в данном случае угол 90 градусов, напильником такого не сделать. Я наверное теперь большинство прямоугольных деталей перед разметкой буду прогонять на гриндере, чтобы получить угол в 90 градусов. И не мучиться с напильником и угольником, как в начале видео. Так можно получить идеально ровную и гладкую кромку без всяких завалов и ровно под 90 градусов. Можно отторцевать болт или шпильку. Удобно делать скрубление на деталях, тоже получается идеально ровная кромка. Можно затачивать крупные свёрла. Если переставить столик наверх ригеля и изменить угол наклона коромысла, то можно затачивать стамески и лезвие от рубанков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и затачивать ножи на гриндере мне понравилось. Даже больше, чем на моём заточном станке. В общем, к моему удивлению, штука оказалась довольно-таки полезная, даже с таким слабым двигателем. На внешний вид я, как всегда, в своих лучших традициях, забил, выключатель не поставил и конденсатор валяется прямо на столе. Но зато гриндер работает. Так как это мой самый первый гриндер, мне ещё только предстоит на нём хорошенько поработать, выяснить все нюансы эксплуатации, улучшить и заменить какие-то детали, сделать его удобным и только после этого заниматься его внешним видом. В общем, я думаю, эта штука теперь будет мелькать в разных видео на канале. И когда я полностью в процессе эксплуатации доведу его до ума и сделаю ему отдельный рабочий стол с отдельным местом в мастерской, тогда уже можно будет снять вторую часть видео, где я вам точно расскажу все нюансы эксплуатации, что пришлось заменить или изменить. Ну а пока я не имею должного опыта, вот вам стоковый вариант гриндера. Все чертежи и 3D-модели в описании под видео. Продолжение следует...